Сегодня наша съемочная группа побывала на складе, где хранится партия вакцины AstraZeneca. На днях 1810 доз распределят по медучреждениям. Начать вакцинацию от ковида Приднестровье планируют к концу недели. Владимир Хорошилов с подробностями. Мы приехали в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Именно здесь, на складе, в специальном холодильнике, хранится вакцина от ковид, предназначенная для Приднестровья AstraZeneca. Идем смотреть. Специальная холодильная камера оснащена датчиком температуры. Сейчас мы видим температуру 3,6, температура хранения вакцины AstraZeneca от 2 до 8 градусов. Зайдем в холодильник. Вместе с другими вакцинами на полке. COVID-19 вакцин AstraZeneca производства Швеции. В этих коробках 1810 доз. В коробках вот такие флаконы. Один флакон предназначен для десятерых человек. Флакон 5 мл. То же самое написано. Вакцина AstraZeneca. Набирается вот такими специальными самоблокирующими шприцами. 0,5 мл. Больше, чем 0,5 мл. В этот шприц не влезет. Доза для одного человека – это 0,5 мл. Которая вводится внутримышечно. В среднюю треть плеча. Прозрачного цвета. Без каких-то либо хлопьев. То есть, что говорит о правильной температуре и именно соблюдении холодовой цепи от производителя до потребителя. Закрытые флаконы при правильной температуре хранятся полгода. Если флакон вскрыть, на прививку есть 4 часа. В ближайшее время на склад приедут еще 600 доз вакцины по линии ВОЗ. Мы ожидаем в очень скором времени получить еще 600 доз Астразенека. Она будет уже производитель Южной Кореи. Которая будет предназначена для 300 человек, именно медицинских работников. Непосредственно которые являются на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Астразенека, как и другие прививки от ковид, делают двумя дозами с перерывом в несколько недель. Первой партии хватит, чтобы привить 900 человек. Это будут медики. Желающих записалось более 5000 человек. Прививка добровольная. Первыми уже на этой неделе вакцинацию пройдут реаниматологи и пульмонологи. Красной зоны коронавирусных госпиталей. И терапевты, которые лечат и осматривают больных ковидом на дому. Эти люди работают в красных зонах. Работают с людьми, которые к ним обращаются за медицинской помощью. И именно руководитель данного учреждения будет решать, кто будет вакцинироваться. Первым этапом, вторым этапом. Хочу сказать, что данная кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции, она будет очень длительной. Это не за месяц, не за два, не за три. Прививать врачей будут в больницах. Позже вакцинировать начнут и в прививочных кабинетах поликлиник. Вакцину в медучреждения будут доставлять частями в термоконтейнерах. Сколько людей записалось на вакцину, столько и флаконов. После укола наблюдать за человеком будут медики, которые сделали прививку. Владимир Хорошилов, Михаил Нестеровский, ТСВ.